Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию к кремлинам Первоверховного Апостола Павла. И сегодня мы будем изучать четвертую главу. Четвертая глава продолжает тему, начатую в третьей главе. И мы читаем с первого по пятый стих. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Вот здесь как бы немножко непонятно, почему он может иметь похвалу, но не пред Богом. Потому что оправдаться в таком абсолютном смысле, скажем так, автономно от Бога, человек не может. Тут никаких личных ресурсов будет недостаточно. Ну, например, вот я тоже привожу такой пример. Не дай Бог, там кто-то на машине сбил ребенка насмерть. А потом построил детский дом, и там содержат 500 детей. Можно сказать, что он оправдал вот этот поступок. Ведь к жизни не вернется тот ребенок. Поэтому, когда мы соизмеряем праведность человеческую с праведностью Божией, здесь всегда и все недостаточно в смысле человеческого несовершенства. Поэтому апостолы пишут, что же, скажем, Авраам, отец наш, он называет его отцом нашим, то есть лучший из нас, приобрел по плоти. А он по плоти особенно ничего и не приобрел. Участок земли для погребения Сары, пещера Махпела и поле перед этой пещерой. Все. Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Что? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Вот что оправдывает Авраама. Не его дела. А его вера. Он поверил Богу сверх меры, что от него, уже от одрехлевшего человека, может родиться наследник. Павел продолжает. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Если речь идет о наших делах, то это значит, что нам кто-то задолжал. Например, ты имеешь таланты, способности от Бога, ты их реализуешь, и еще требуешь награду от Бога за это. Так тебе Бог дал возможность говорить, слышать, запоминать. Мы всегда будем в должниках. Поэтому Павел рассуждает. Воздаяние делающему вменяется не по милостине, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Надо сказать, что со своих избранных, как я часто объясняю, Бог всегда спрашивает намного строже, чем с обычных людей. И если о Боге сказано, что он и в ангелах наблюдает недостатки, то что же можно говорить о человеках? Итак, Господь Авраама оправдывает по вере и нечестивого оправдывает по вере. «Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Это о тех, кто верует, но не делают. И Бог их оправдывает, несмотря на их нечестие. А сама их вера, она вменяется в праведность. На самом деле, вера считается одной из теологических добродетелей наряду с надеждой и любовью. Наряду с надеждой и любовью. Добродетель – это то, что вменяется в заслугу. Но разве вера не является даром Божьим? Разве надежду не усиливает Бог в нашем сердце? Разве Дух Святой не излил любовь божественную в сердца наши? Да, но согласие с этими дарами вменяется в заслугу. Для людей грешных очень важно осознавать, что наш Бог есть Тот, Кто оправдывает нечестивого. И в другом тексте этого же послания, 5 глава, 6-7 стих, апостол Павел пишет «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть?» Христос умирает за наши грехи. То есть за ту часть нашей жизни, которая нам самим отвратительно и неприятно. Одно дело, когда человек умирает за Родину. Другое дело, когда человек умирает за свою семью, защищает своих домашних, может быть, даже с оружием в руках. Но умирать за преступления, которые сами по себе иногда заслуживают смерти, на это способен только Бог, любовь которого и есть совокупность совершенства. Святитель Амбрусий Медиаланский восклицает, уповая на божественную любовь, которая не знает меры и границы. «Я буду хвалиться не потому, что праведен, а потому, что искуплен. Я буду хвалиться не потому, что свободен от грехов, а потому, что мои грехи прощены. Я буду хвалиться не потому, что творил добро, и не потому, что кто-то другой сотворил добро мне, но потому, что Христос – мой заступник пред Отцом, и потому, что кровь Христова излита за меня». Он очищает нас всех, как нечестивых, хотя мера нечестия у каждого из нас своя, но при этом мы знаем, виновен в одном, виновен во всем, как учат Священное Писание. Далее, 6 по 8 стих 4 главы Кремленам Павел пишет. «Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел». И далее приводятся слова Давида. «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Это трудно понять, но это правда Божия. Давайте посмотрим объяснение блаженного Филакта. Доказав примером Авраама, что правда или оправдание от веры представляет и Давида, который называет блаженным того человека, которому Бог не вменяет греха и показывает преимущество и превосходство веры. «Ибо если блажен тот, кто получает прощение по благодати, то гораздо блаженнее тот, кто выказал веру и оправдан ею». «Что же, – говорит, – затрудняешься в том, что он получает прощение грехов по благодати? Видишь, что получивший отпущение по благодати ублажается, ибо пророк не назвал бы его блаженным, если бы не знал, что он имеет большую славу, то есть большую, чем нежели заслужить можно своими делами. Ибо блаженство есть нечто весьма важное и выше самой праведности, оно вверх всех благ, получаемых нами от Бога». Итак, от нас требуется вера, но вера как всецелое доверие, как всецелое доверие Богу, потому что без веры мы не сможем примириться с Богом Отцом в Его Сыне. В послании к евреям, 11.6, Павел и пишет, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Далее, с 9 по 13 стих, 4 главы, послание к римлянам, Павел пишет, «Блаженство сие», то есть блаженство оправданного грешника, оправданного нечестивца, «блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию», то есть как оно может быть связано с делами закона или совсем не связано. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. То есть человек, приходящий к таинствам и обрядам церкви, он уже должен иметь веру, иначе ему не поможет ни крещение, ни миропомазание, а причастие может оказаться даже в осуждении. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так и человек до крещения, оглашенный, который готовится к крещению, он уже должен проявлять праведность, как бы раскрывая свободную волю навстречу Богу. И знак обрезания он, то есть Авраам, получил как печать праведности через веру, которую имел, то есть эту же веру вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, то есть может являться примером для всех язычников, потому что Авраам сам был язычником, чтобы и им вменилась праведность, не от дел, а от веры. И отцом обрезанных тоже стал Авраам, не только принявших обрезание, то есть внешнюю форму обряда, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама. Имеется в виду люди, сделавшие нравственный выбор, подражающие Аврааму, а не только перенимающие обряды его веры. «Но и ходящие по следам веры отца нашего Авраама, который он имел вне обрезания. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». И действительно, какую заповедь надо исполнить, чтобы стать наследником всего мира? Такой заповеди и нет. Это результат, это обетование, результат веры, когда человек вступает в завет с Богом. Завет предполагает веру, потому что завет — это две стороны, которые идут навстречу друг другу. В данном случае Бог и его праведник. Святитель Северян Габальский пишет, «Павел говорит, что праведники станут наследниками мира». То есть мир и был сотворен для праведных. «Потому что, когда нечестивцы будут удалены и преданы наказанию в день суда, тогда весь обновленный мир будет впредь принадлежать праведникам, и они будут обладателями как небесных, так и земных благ». Ну, трудно не согласиться с Северяном Габальским. Мы наследуем все блага будущей жизни, яко на небеси и на земли. У отцов был спор о том, что такое Царство Божие. Были отцы, которые говорили, что это только небесное. Были отцы, которые говорили, что это земное, хелиазм. А были отцы, которые говорили, что как на небе, так и на земле. И политримский, например. Расстояние между небом и землею уже не будет непроходимо, а движение мысли праведной будет обитать там и здесь. А вот что пишет в книге Откровения Иоанн Богослов, 21 глава, 1 по 4 стих. Что мы наследуем по обетованию веры? И это, очевидно, нельзя заслужить никакими делами, тем более связанными с временной жизнью. Ведь это наследие вечное. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего, и услышал я громкий голос неба, говорящий, «Сескиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Невозможно ценой временной жизни заслужить вечное блаженство, ценой жизни на земле получить славу на небесах, ценой тленной жизни заработать жизнь нетленной. Это вообще несоизмеримые вещи, поэтому это крайняя форма безумия утверждать, что это можно заслужить, заработать своими делами. Делами закона. Павел продолжает, 14-15 стих, «Если утверждающиеся на законе суть наследники, то есть те, которые надеются на свои дела, то тщетна вера». Что значит тщетна? А какой смысл тогда имеет вера? Ведь праведные дела могут творить и верующие, и неверующие. Тут тщетна вера, бездействие на обетование, то есть обещание вечных благ. «Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления». Закон не может даровать нам обетование, потому что мы нарушители закона и подпадаем под гнев закона. И Блаженный Августин пишет. Апостол сказал так, потому что гнев Божий усиливается по отношению к преступнику, который знает грех из закона, но все-таки грешит. Такой человек, конечно же, есть преступник закона. Но так как таковым является каждый из нас, можем ли мы рассчитывать только на свои заслуги? Конечно, нет. И развивая эту мысль, Павел продолжает, 16 стих. «Итак, по вере, то есть спасение, вечное спасение дается, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, потому что некоторые стараются реально, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам, и обрезанным, и не обрезанным». Действительно, обетование по вере через веру – это твердое основание. И в блаженной памяти отец Данил Сысоев писал, «Бог дал спасение независимо от закона, чтобы спаслись как люди, имевшие закон, так и не имевшие, при одном условии, что они верят так же искренне, как Авраам». То есть веруют так, что вверяют в свою жизнь Богу всецело. Опять таки апостол Павел подчеркивает, что нет никакой разницы, иудей ты или язычник, неважно, ты получаешь оправдание даром по вере в Иисуса Христа. Это немыслимая, удивительная новизна. Евангелие подчеркивается апостолом «вновь и вновь». Конец цитаты. И далее апостол Павел пишет, «Как написано, я поставил тебя отцом многих народов». Отцом многих народов стал Авраам, как пример для многих народов. «Как написано, я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он, то есть Авраам, поверил животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Это об Аврааме. Он был омертвен чреслами своими, но Бог оживотворил, и у него появился Исаак. Он, Авраам, сверх надежды поверил, с надеждою, через что сделался отцом многих народов, прежде всего, его потомство, но и подражатели его веры. Через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочислено будет семя твое. А блаженный Августин обращает на это внимание, говорит, а еврейский народ уж не такой многочисленный, как другие народы. «Значит, имеется в виду не только потомки по плоти, но и по вере, а таких значительно больше. Это весь христианский мир». «И неизнемогшее в вере», то есть он не просто поверил, он продолжал верить, не изнемогал в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утроба Сарина в омертвение не поколебался в обетовании Божьим неверием». То есть все было против того, что у него родится наследник. «Но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он, то есть Бог, силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность». И Иаков пишет, «Исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». То есть каждый оправданный – это как друг Божий. Апостол Павел продолжает рассуждение, а, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, то есть Аврааму, но и в отношении к нам, то есть к христианам. «Вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан, то есть Господь был предан, за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Авраам верил в то, что от него будет потомство, хотя тело было омертвелое, а мы верим в то, что несмотря на нравственную, моральную омертвелость, мы способны возродиться во Христе и со Христом, наравственно и морально воскреснуть. И это будет не по нашим делам, а по нашей вере. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «За что Христос распят, спросишь ты? Не за собственный грех, как видно из его воскресения». То есть если бы он умер за собственный грех, он бы не воскрес. Златоуст продолжает, «Если бы он, Христос, был грешен, то как бы воскрес? А если воскрес, ясно, что не был грешником. Если же не был грешен, то как он был распят ради других? А если за других, то без сомнений воскрес, тоже за других. Чтобы ты не возразил, как мы можем оправдаться, будучи виновны в столь многих грехах». Апостол указал на того, «Кто изгладил все грехи», чтобы утвердить свое учение, учение об оправдании. «Как верою Авраама, которую он оправдался, так и верою в спасительное страдание, которым мы освободились от грехов, говоря же о смерти Христовой, он, Павел, говорит и о воскресении. Христос умер не для того, чтобы подвергнуть нас наказанию и осуждению, но чтобы облагодетельствовать. Он и умер, и воскрес для того, чтобы сделать нас праведными». И действительно, когда Христос умер, почему здесь мы прочитали, что Он воскрес для нашего оправдания, когда Он умер, и Его враги, Его друзья ждали, «Воскресит ли Бог Отец Его из мертвых?» И когда Бог Отец воскресил своего Сына, сам Сын силой ипостатственного божества восстал из гроба, силой и действием Духа Святаго это было свидетельство, что жертва за грехи принята. А это значит, мы оправданы. Спасемся же воскресением Христовым, искупленные Его страданиям и Его смертью. Подписывайтесь на библейский портал «Экзэгет», чтобы вовремя получать информацию о новых наших беседах. И берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok